всем привет вы на моем канале сметанка вяжет спицами меня зовут настя в этом видео я покажу как пользоваться вот такой машинкой для плетения шнур безусловно шнур вязать можно и на спицах но вот эта машинка очень облегчает и ускоряет процесс на спицах например 120 сантиметров шнурок очень долго вязать а на ней максимум 10-15 минут в общем вот такая у меня есть машинка это фирма prime называется она по моему устройство для плетения шнуров идет она в такой коробочке к ней прилагается инструкция здесь в принципе все наглядно показано не рассказано но у меня получилось не с первого раза конечно было я потом научилась у меня все стало отлично классно все получаться и вот для облегчения я вам сниму сейчас видео кто приобретет можете воспользоваться этим видео и посмотреть как и пользоваться значит вот такая машинка комплекте не идет груз и вот этот вот рычаг рычаг вставляется вот сюда вставляем так а вот этот груз нам нужен для противовеса то есть когда мы будем вязать шнурок у нас он всегда должен быть на весу чтобы он тянул наше полотно туда вовнутрь также мне потребуется в такой длинный крючок это для того чтобы мне подхватить ниточку сейчас все расскажу покажу так берем мы нить вот берем мы ниточку и в конце делаем петельку как обычно мы делаем и одну петлю для там крючка сделали петлю теперь нам нужно эту петельку продеть вот с этой стороны во внутрь и вытащить ее вот отсюда вот поэтому мне нужен крючок вставляю сюда длинный крючок цепляю сюда петельку и вытаскиваю его с обратной стороны все на это место я вешаю груз он должен быть всегда у нас помню висеть должен всегда висеть вот так же вот эту ниточку нужно продевать вот через вот это отверстие но я этого не делаю я просто направление нити продерживаю так вот пальцами это мне нужно для того чтобы потом легко снять шнурок и не нужно было обрезать нить потому что я буду ее еще я запасом всегда вижу шнурок чтобы его потом в конце просто распустить до нужной мне длины так значит смотрите я продела ниточку вот так вот и начиная крутить вот этот вот рычаг обращаем внимание на наши крючки нам нужно подхватить через один первый ряд так вот он один подхватил следующий нам нужно пропустить значит переснимаем сюда вот так вот ниточку чтобы он не и не хватал следующий нам тоже нужно подхватить крест накрест то есть получается подхватили и вот этот следующий тоже нам нужно пропустить то есть нам нужно пропустить 2 2 2 крючка пропустили нас все дальше большим ничего не пропускаем но смотрим чтобы наши вот эти петельки следующие слетали с нашего крючка вот они слетели дальше он захватывает другую ниточку вот он захватил следующий крючок подхватывает вот этот крючок должен тоже спустить эту ниточку он меня не спустил я немножко помогаю ей помогла дальше ничего помогать не нужно будет она все будет вот этот вот противовес тянуть наше полотно вниз и у нас все будет отлично подхватывать все дальше у меня все пошло все отлично вот тут вот ниточку я держу свободно я ее не натягиваю вообще вот просто она у меня вот просто направление держу она мне свободно там идет все дальше я просто кручу рычаг и она у меня сама все вяжет вяжет не шнурок нужной медленный например если нужен шнурок длины 100 сантиметров я вижу где-то 110 либо 115 потому что у нас идет полотно под навесом это раз потом когда свяжу нужный длинный шнурок я обычно еще оставляю шнурок вот так вот положу чтобы все в спокойном состоянии лежала и натяжение все пришло в обратную форму чтобы не точно измерить шнурок значит дальше я вяжу шнурок до нужной длины свяжу и потом вернусь к вам будем снимать все с машинки и закрывает наш шнурок так я связала шнурок нужной медленные снимаем с машинки в этот тут мы делаем все наоборот мы теперь крутим вот этот рычаг наоборот в обратную сторону и смотрим чтобы вот эту вот этот хвостик наши крючки не захватывали чтоб у нас просто все слетело со с наших крючков вот тут тоже поддеваем чтоб все слетело вниз все слетело слетела чтоб все у нас слетело вот мне все слетело с крючков вот у меня свободный шнурок и аккуратно его отсюда достаю он у меня с запасом поэтому я не боюсь что у меня здесь что-то распустится так достаю его отсюда груз я уже сняла груз просто убираю все вытаскивать сюда полностью свой крючок свой шнурок его вытащила сейчас я сделаю замер сколько у меня получилось сантиметров и буду распускать его до нужной длины лучше связать запасом чем наоборот не довязать если вы наоборот его не до вяжите то будет проблематично его как-то вдеть обратно в машинку и довязать еще нужную длину поэтому я всегда вижу с запасом а потом просто его распускаю сейчас я измерю и вернусь так мой шнурок больше 130 сантиметров получился сейчас его распущу ровно до 130 где-то вот так распущу и буду закрывать просто распускаем большой запас я навязала даже чуть-чуть побольше распущу потому что мне нужен чуть чуть поменьше это вот так вот 125 сантиметров будет все вот у меня 125 сантиметров мощный рог дальше что делаем дальше берем иглу сначала обрезаем нашу нить обрезаем вдеваем кончик в углу и просто аккуратненько продеваем через все наши петельки сюда сюда вот сюда и вот в эту во все четыре петли вы проделали ниточку все идет тут затягиваю и вот этот кончик нити мы просто продеваем во внутрь нашего шнурка продеваем подальше подальше все вытаскиваю здесь иглу вытаскиваю кончик ниточки и вот тут тоже обрезаем все тягиваю вот такой мне получился шнурочек дальше шнурок стираю вдеваю в новое изделие и потом здесь в конце еще делаю вот такой узелок вот так такой аккуратный красивой получается шнурок с этим концом делаем все точно так же и на этом все надеюсь мои видео вам было полезным ставьте класс подписывайтесь на мой канал всем пока